Всем привет! Меня зовут Катя и добро пожаловать на моем видеоблоге об аренде яхт и яхтенных путешествиях. Напомню, что я консультирую, информирую и вдохновляю людей на отдых на арендованной яхте с экипажем. В этом видео я бы хотела поговорить не об отдыхе на яхтах, а об экипаже. В частности, о моем опыте работы хостес на турецкой гулете, которую сдавали в аренду, не на частной яхте. Я проработала два сезона. Это было лето 2010 и лето 2011. Может быть, этот опыт будет полезен для тех, кто сейчас именно задумывается о работе на яхте в качестве экипажа. Могу поделиться лично своим опытом, опытом работы в Турции. За другие страны я не знаю, не знаю также за частные яхты, как работаются на них и какие условия зарплаты, какие условия труда, оставляют ли экипаж после летнего сезона, потому что в Средиземноморье сезон длится, сезон отдыха длится с мая по октябрь максимум. Обычно в это время экипаж в полном составе находится на яхте, а когда сезон заканчивается, обычно владелец оставляет на борту только капитана и, может быть, одного матроса. То есть, допустим, зарплата хостес не идет зимой. Это нужно учитывать при решении работать на яхте. Как я нашла работу на яхте? На самом деле я собиралась работать на круизном лайнере и отсылала заявки из дома в Украине в крюинговые агентства в Одессе, в Киеве, в разные страны. Но пока никаких ответов не было. Однажды папа мне говорит, Катя, есть позиция работы на яхте хостес. Хочешь, хочешь, отправь свое резюме. Я рассмеялась, потому что я раньше думала, что хостес это такая девушка, которая с очень длинными стройными ногами, которых у меня не было и до сих пор нет, и которая приветствует гостей, допустим, на яхтенных выставках. То есть, она находится на яхте, вот, и приветствует их, проводит по яхте, наливает кофе, шампанское, вот и все. То есть, я даже не знала, что существует такая индустрия, как аренда яхт с экипажем, да, что люди арендуют их, отдыхают, вот, и что нужен полноценный экипаж, вот, полноценный состав людей, которые оказывают услугу сервиса, да, то есть, накрывают на стол, убирают со стола, убирают каюты, готовят. То есть, я была не в курсе этого до 2010 года. Я рассмеялась в ответ, улыбнулась, говорю, пап, куда мне, куда мне до хостес? Вот, я совсем другую работающую. И все, и забыла об этом. И где-то через неделю мне позвонили из Одессы, из крюингового агентства, куда мой папа отправил резюме вместо меня. Вот, папа у меня капитан, поэтому, дальнего плавания, поэтому он знал, как это делается. И у него было мое резюме. И мне сказала девушка, что владельцу яхты, которая находится в Турции, понравилось мое резюме, вот, несмотря на то, что у меня не было никакого опыта работы на яхте, в сервисе, у меня не было никакого специального образования. Единственное образование у меня было, это диплом из частного университета в Италии. Я закончила в Милане университет со специализацией в международном бизнесе. Вот, почему я решила пойти в море? Вот, это просто было ради опыта, ради приключения, взять паузу после учебы, найти себя, вот, и плюс пожить немножко морской жизнью. Девушка по телефону сообщила, что владелец хочет встретиться. Встреча будет в Турции, чтобы я посмотрела сразу яхту. Яхта базируется в Марморесе. Я до этого никогда не была в Турции. Немножко было, конечно, страшновато, с одной стороны, лететь в страну, о которой очень много стереотипов существует, обман и тому подобное. Вот, но я посмотрела, изучила яхту заранее в интернете. Вот, она принадлежит, она ходит под флагом Дании, то есть владелец яхты был из Дании, бизнесмен. Вот, это чартерная яхта, то есть все официально. И как-то вот, знаете, интуиция сработала, и я поехала. Вот, я посмотрела яхту, познакомилась с владельцем, с агентом, который является представителем этой яхты. Вот, и они, они сказали, что через несколько дней я получу ответ, да или нет. Я приехала домой, и буквально, да, через несколько дней пришел, пришел имейл, где было написано, что, да, с мая месяца я начну работать. Вот, меня ждут в Турции, но ждут меня немножко раньше, чтобы я прошла курсы, не повышение квалификации, а курсы персонала, который оказывает услугу в таких ультра роскошных местах, типа отелях, яхтах, вот, потому что у меня, я даже не знала, как сервировать стол, как правильно раскладывать серебро, вот, и тому подобное. Вот, и да, я прошла такой частный курс, все, они оплатили, оплатили билеты туда-обратно, ну, это уже потом, когда я возвращалась с яхты домой в конце сентября. Яхта длиной 30 метров, на тот момент на ней работало 5 человек. Хостес, это я, которая отвечает за то, чтобы накрывать на стол и убирать со стола. Я отвечала за бар, вот, научилась делать коктейли, кофе, капучино, вот, потом, и да, вот весь день я оставалась рядом с гостями, чтобы вдруг им что-то понадобилось. Каюты я не убирала, вот, это делали матросы в течение чартера, а когда, конечно, чартер заканчивался, ну, тур, да, гости уезжали, то тогда уже убирали каюты все, чтобы можно было быстро подготовиться к следующему, к следующему рейсу. Вот, шеф-повар, который готовит все, все блюда на яхте, капитан, понятное дело, отвечает за все и навигацию, вот, и два матроса. Вот, экипаж был полностью турецкий, кроме меня, и мало кто говорил на английском, но, ну, были, один матрос, капитан нормально говорил, вот, но это вообще абсолютно никак не мешало. Жила я все время на яхте, яхта, когда не было туров, она стояла в самом Мармарисе, вот, но, естественно, я могла сходить на берег, шопиться, встречаться с друзьями, вот, даже иногда путешествовать в там, ближайшие районы, города. О зарплате. Это был 2010 год, это яхта, не частная яхта с экипажем для чартеров. За первый сезон я зарабатывала тысячу долларов каждый месяц, во второй сезон мне подняли полторы тысячи долларов. Плюс, когда заканчивается тур, и гости уезжают, иногда они оставляют чаевые, иногда. Самые большие чаевые были, это на человека, по-моему, 500 или 800 долларов. Я вот не помню, итальянцы у нас были две недели, они очень хорошие чаевые оставили. Вот, и так, после недели обычно 200-300 долларов на человека оставляют. Напомню, что меня взяли абсолютно без опыта работы, у меня был только, у меня были только необходимые для этого документы, это паспорт моряка и какие-то корочки, я уже не помню, там, как это все называется. Вот, и это я к чему? То есть, начальная зарплата была без опыта тысячу долларов. Я точно не знаю, но на гулетах попроще, зарплата чуть поменьше. Вот, хотя, как договоритесь с владельцем, да, на яхтах, ну, есть такие гулеты, как гибриды, да, они прям, ну, настолько роскошные, как и моторки. Вот, там зарплаты должны быть повыше. Конечно же, на моторных яхтах, я не знаю, от 30-40 метров, там совсем другие зарплаты, вот, и там, наверное, совсем другие требования. Я думаю, что те, кто меня смотрит, у кого есть такой опыт, они согласятся. В чем преимущество такой работы? Преимущество такое, что ты получаешь деньги чистые, в том плане, что ты не тратишь на жилье и ты не тратишь на еду, то есть, все тебе предоставляет сама яхта, да, вот. Плюс ты знакомишься с большим количеством интересных людей, к тому же ты вырабатываешь такую выносливость, потому что это очень сложная работа, особенно в течение тура, вот, и, конечно же, путешествия, то есть, ты посещаешь такие потрясающие места, о которых даже, ну, даже не мечтала девочка из обычного маленького Мариуполя, вот, то есть, мы обошли острова греческие, которые ближе к Турции находятся до Деканес, рода Сими, и полностью я посмотрела все побережье Турции, это просто невероятный опыт, правда, невероятный. Из минусов это то, что это сезонная работа, то есть, зимой, если владелец не удерживает экипаж, да, то есть, он ничего и не платит, то есть, зимой зарплата не идет. Из еще одних минусов, как я уже сказала, это сложная работа. Это сложная работа, когда у вас Тур, то вы просыпаетесь в 6, в 6.30, готовите, чтобы все накрыть на стол, вот, потом ждете, пока все проснутся, завтрак полностью сервируете, да, убираете. Потом небольшой отдых начинается обед, небольшой отдых начинается ужин, ужин может продлиться с выпивкой до далеко за, глубоко за полночь, вот, а вставать все-таки в 6.30, в 7 люди в отпуске, кстати, люди в отпуске на море встают очень рано, вот, казалось бы, в 2 часа ночи пошли спать после какой-нибудь вечеринки, нет, они встают рано, свежий воздух, это их отдых, вот, и, ну да, это сложно, но попробовать стоит, мне кажется. Знаете, один из минусов на, наверное, на гулете и на парусной яхте, это проживание, то есть, обычно экипаж спит в таких, проживает в маленьких таких каютках, ну, это, конечно, зависит от размера и уровня яхты, вот, если она классная, большая, то условия жизни очень-очень такие хорошие, вот, если поменьше, то, конечно же, ну, узнавайте, да, как выглядит, как выглядит ваша каюта, чтобы, там, если у вас клаустрофобия, то будет, наверное, очень непросто. У меня была каюта с такой двухэтажной кроватью, на верхнем, на одной из кроватей спала шеф-повар, женщина, вот, и я. Ну, в принципе, нам хватало, знаете, когда заходишь уставшая после дня в каюту, и она тебе кажется просто простой, просторным люксовым номером на самом деле, лишь бы было уютно и тихо. Что еще хочется упомянуть о работе на яхте? Это, наверное, о каких-то таких моментах, которых не задумываешься, если у тебя не было опыта. Например, общение с людьми, да, то есть с экипажем. Так как вы будете проводить 24 часа в сутки на небольшом пространстве, то иногда будут случаться такие моменты, ну, которые между людьми случаются, да, недопонимания, либо какие-то обиды, либо еще что-то. Кто-то устал, кто-то что-то лишнее сказал. И может быть сложно, то есть либо весь экипаж может против человека там накрутить что-то, вот, либо у вас какая-то терка будет с одним человеком. У меня были непростые отношения с одним из матросов, вот, он, у него был такой комплекс бога, наверное, вот, и деспота. Я жаловалась на него, капитану, агенту, который управлял яхтой. Я не помню, разговаривали с ним или нет уже, но мы как-то, знаете, дожили до конца второго сезона. Первый сезон был более-менее нормально, вот второй просто, просто было очень тяжело из-за этого, то есть он контролировал все, что я делала. Если я, допустим, там отдыхаю, потому что вообще нет никакой работы, это вот эти цокони, ну, вот, знаете, как деспоты себя ведут, вот, но уходить я не собиралась, потому что это была моя работа, это была моя ответственность, особенно, допустим, ну, если ничего такого критичного нет, и плюс, знаете, в середину сезона уйти и подвести команду, и владельца яхты, у которого расписание, да, туров уже есть, и есть люди, и найти хостес, ну, вообще найти члена экипажа во время сезона можно, но это все равно это сложно, вот, поэтому можно поработать над такими личными моментами, которые стоит учесть, что будет нелегко, вот, но это как в любом абсолютно коллективе, мне кажется. Еще один момент по поводу обязанностей того, что вы делаете на яхте и не делаете, да, то есть мы заранее с владельцем обсудили, что я отвечаю за общение с гостями, вот, полностью на мне накрывать на стол и убирать со стола, и бар, вот, и, ну, и когда, вот, допустим, готовится тур, перед туром вы идете с шеф-поваром, с матросами, делаете закупки, вот, вы делаете на вас ответственность вот напитки, закуски, всякие там чипсы, снеки, то есть вы составляете список под количество людей и делаете вот такую провизию. Это вообще абсолютно подъемно, это хорошо, это легко, ну, не сложно, да, но некоторые владельцы либо капитаны нанимают хостес, который еще и должен убирать, вот, в каютах. Это, допустим, бывает на маленьких яхтах, когда не хватает людей, то есть это тоже нужно учитывать, да, и вот тут, конечно, ну, тут мне кажется, что это уже адская работа, потому что одно дело тебе нужно быть полностью возле гостей, да, то есть весь день и накрывать на стол, убирать, вот, дальше готовиться там натирать бокалы, натирать вилки, ножи, вот, еще хочется немножечко там 15 минут хотя бы присесть, отдохнуть, вот, а тут еще нужно пойти и убрать все каюты, вот, застелить постель за всеми гостями, убрать все в ванной, и мне кажется, вот, это очень сложно, но я могу представить, что меня может смотреть экипаж, который работает, допустим, на катамаранах, да, где всего лишь два человека, капитан и шеф-повар, вот, и они делают абсолютно все, эти два человека, я перед ними снимаю просто шляпу, и это молодцы, это люди, которые развлекают гостей, отвечают за их безопасность, готовят кушать, подают на стол, убирают состава, убирают каюты еще и занимаются водными видами спорта, да, но гостям предоставляют такие услуги, то есть это ребята молодцы просто, вот, вы, я когда бываю на яхтенных выставках, да, и захожу там на небольшие, на небольшие катамараны, парусные яхты, и когда понимаю, что там всего лишь два человека, и читаю отзывы гостей, которые говорят, вау, супер, спасибо большое за такой прекрасный отпуск, я понимаю, что они выкладываются просто на, ну, на 300%, и это при том, что обычно загрузка на таких яхтах абсолютно полная в сезон, да, то есть начиная с мая и по октябрь на этих катамаранах все недели просто забронированы, вот представьте, тур длится с субботы по субботу, вот, гости приходят к вам в 5 вечера, в субботу, и в следующую субботу в 10 утра или до 12 они должны уехать, вот, и сразу следующие гости приходят вечером, да, то есть вам нужно организовать покупки, но это все делается, можно автоматизировать процесс, вот, аутсорсинг такой устроить, чтобы супермаркет все вам привез, вот, но тем не менее, вот так вот из субботы в субботу новые люди, да, а это не 2-3 человека, это 5, 8, 10, 12, вот, поэтому молодцы, я действительно восхищаюсь такими трудолюбивыми людьми, вот, и, наверное, оно того стоит, это уже по зарплатам я не знаю, правда, сколько зарабатывают на катамаранах, если у вас есть какие-то вопросы по поводу работы на яхте, задавайте под видео, вот, либо можете мне написать сообщение в WhatsApp, либо имейл отправить, я постараюсь максимально ответить, основываясь на своем личном опыте, конечно, потому что у каждого он свой, знаете, самый впечатляющий экипаж, который я видела, это на больших моторных яхтах, наверное, от 40-50 метров, когда была в Барселоне на яхтенной выставке, вот, и это был мой такой опыт, первый опыт посещения мегаяхт, супер яхт, и там, конечно, экипаж просто, это такие, знаете, люди, которые работают с отдачей, вот, и у них в глазах есть вот эта вот миссия, миссия, которую они несут, чтобы гостям яхты было классно, вот, то есть там ребята не только подают на стол, вот, и убирают каюты, нет, они обладают, они, ну, все мы обладаем талантами, но они их еще и демонстрируют, например, я была на одной яхте, где ребята устраивали концерты, то есть на борту есть музыкальное оборудование, вот, кто-то играет на гитаре, кто-то на барабанах, кто-то поет, то есть они вот так развлекают гостей, есть девочки, которые преподают йогу, вот, утром, да, гостям яхты, которые оказывают услугу массажа, вот, если есть такие знания, да, такие навыки, вот, и если имеется массажный стол на борту яхты, и, ну, то есть салоны красоты на яхтах есть, да, то есть если вы обладаете каким-то дополнительным талантом, обязательно об этом говорите. Всем спасибо за внимание, надеюсь, было интересно, вот, повторюсь еще раз, если есть вопросы, обращайтесь, хорошего вам дня, пока-пока!